Теперь мы посмотрим, как использовать метод параллельной аппекальной проекции зубов. Из этих трех держателей самый простой собрать, особенно для новичков, это передний держатель, который в синем. Значит, у нас есть прикусанный блок, металлический стержень и кольцо. Что нам нужно сделать, это сначала собрать блок укуса и металлический стержень. Затем, когда это сложено вместе, мы хотим, чтобы выглядело как кресло, вот так. Или некоторые люди называют это как ступеньки. Затем мы надеваем кольцо таким образом, чтобы когда мы смотрим через кольцо, мы можем увидеть блок укуса посередине. Есть пленочные и фосфорные пластинки, которые используются в настоящее время. Я сейчас вставлю фосфорную пластинку, которая завернутая пластиком. Это вставляется вот так, а затем мы смотрим в середину кольца и видим снимок по центру. Для передних зубов мы вставим снимок в рот пациента, вот так и проявим рентген таким образом. А затем заменим пленку или фосфорный снимок другим снимком и поставим блок укуса здесь, по центру клыка. Клык должен прикусить прямо в середине этого блока укуса. То же самое для этого клыка. Для нижних зубов мы просто перевернем этот держатель к нижним зубам. Можно начать с середины зубов, потом один клык и другой клык. Типичные ошибки, но более простое дело это правильно поставить снимок, чтобы черная сторона была повернута на кольцо. Если мы положим это обратной стороной, то появится круглый знак от металлического диска и на изображении рентгена, и весь снимок будет перевернут зеркально. Это обычный пленочный снимок. Мы вставим снимок так, чтобы сложная белая сторона направлена была до кольца. Самый распространенный вид неправильной конфигурации, иногда блок укуса собран таким образом, и я называю это, выглядит как большая медведица на небе. Так что нам не нужна большая медведица, потому что когда мы смотрим в середину кольца, мы не видим блок. Это все. Спасибо. Спасибо.